Знакомое каждому Волгоградцу и гостю города, белоснежное здание со шпилем и часами было построено в середине прошлого века на месте старого, разрушенного во время войны вокзала. С тех пор Волгоград-1 пережил несколько масштабных реконструкций. Здание становилось современнее, но при этом не утрачивало свой исторический облик и неповторимый колорит. В ходе последнего обновления на вокзале появились автоматизированные табло и диспетчерский центр, контролирующий освещение, отопление и влажность воздуха в помещениях. Отремонтировали специалисты и другие системы. Заменены все системы жизнеобеспечения здания, то есть установлены новые системы водоснабжения, канализации, электроснабжения. Все инженерные системы были реконструированы. И как видите сейчас, пассажирам в ожидании поезда очень комфортно, они могут воспользоваться различными услугами, которые предоставляет наш вокзальный комплекс. Чаще всего экскурсии ограничивались при вокзальной площади. Издания вокзала туристические группы посещали редко. Однако теперь составляются специальные туры по залам «Волгоград-1», особенно для тех, кто находится в городе проездом. В планах у организаторов расширить географию таких экскурсий. Такой отправной точкой, первым объектом показа является железнодорожный вокзал «Волгоград-1». Так как именно с железнодорожного вокзала начинаются все дороги в «Волгограде», он находится в центре города. Вообще мы планируем развивать этот проект в рамках железной дороги, и в рамках пригородного вокзала, и в рамках пригородных перевозок, и показывать какие-то новые объекты, такие как Ельшанка, такие как здание Сарепты, возможно, какие-то интересные объекты. Помимо этого у нас есть детская железная дорога, очень интересная тоже история, интересный объект, там есть музей железнодорожный. Оценили новую экскурсию «Волгоградские гиды». Ведь теперь вокзал объединяет в себе исторический памятник и уникальное умное пространство, которое значительно упрощает работу железнодорожников и помогает регулировать пассажиру поток. Вообще я не только экскурсовод, но и очень серьезный путешественник, поэтому вокзал практически родной, и я вот наблюдаю за его метаморфозами, так сказать, его изменениями достаточно плотненько, так скажем. И как у нас было и как стало сейчас, это, конечно, ну две большие разницы, потому что тем более сейчас рассказали нам о тех внутренних системах, которые здесь установлены, потому что снаружи же так сразу не воспримешь. Умный вокзал, конечно, ну я очень впечатлена. Поэтому сейчас, когда он стал, скажем, более доступным, мы вот пообщались, стал такой, скажем, более вписанный в городскую среду, может быть, даже, да, если, видите, такая, как имитация, может быть, городских каких-то улиц, лавочки, так интересно стало. Здесь можно даже прогуливаться в плохую погоду. Проводить экскурсии по вокзалу начнут в 2021 году. К этому времени специалисты разработают все необходимые маршруты и планы. Ксения Колоскова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». Ксения Колоскова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1».